В этом видео вы найдете реальные психотерапевтические рекомендации, как окончательно не свихнуться от всего этого дерьма. Мне как будто помогает. Надеюсь, поможет и вам. В 2020 году на фоне пандемии... Помните, какой был прекрасный год? Начинает распространяться термин doomscrolling. Слово происходит от английского doom, злой урок, мрачный неизбежный конец, и скроллинг, листание новостной ленты. Оно описывает на первый взгляд нелогичную и странную ситуацию. Человек до потери пульса читает плохие новости, несмотря на то, что они вызывают у него вполне предсказуемую реакцию. Подавленность, тревогу, раздражение, гнев, чувства, которые изматывают и выбивают из колеи. При этом зачастую чтение дурных новостей происходит в ущерб сну, отдыху, общению и, в конце концов, продуктивной деятельности. В таком режиме, как вы понимаете, не ровен час и придется проститься с кукухой. Думскроллинг дает чувство контроля. Стремно, когда неподалеку происходит нечто ужасное. Но еще более стремно, когда ты никак не можешь на это повлиять, или не видишь способов что-то сделать. И тогда ты хватаешься за подобие деятельности. Листание новостей, которые приносят тебе иллюзию контроля. Это, знаете, как ехать с неопытным водителем по опасной дороге. Даже если ты сам не отличаешь газ от тормоза, и вряд ли сможешь как-то помочь в экстренной ситуации, подлинным безумием в этот момент кажется закрыть глаза. Или просто не смотреть на дорогу. Присутствует стойкое ощущение, что твое внимание, направленное на угрозу, это чуть ли не единственное, что удерживает вас от неминуемой катастрофы. Такова природа человека. Так нас воспитала эволюция. Мы хотим знать об опасностях, чтобы быть к ним готовыми. А плохие новости, видео с несчастными случаями, жертвами насилия, это отличная инструкция, как не надо. Каких ситуаций следует остерегаться, чтобы не закончить так же, как тот или этот бедолага. Поэтому так трудно отвести взгляд от перекореженной машины на обочине, или от рыдающего человека. Мы хотим знать, как же оно так получилось. Смакуем дурные известия, чтобы извлечь из них максимум жизненно важной информации. Потому что если знаешь причины и обстоятельства, уже не так страшно. Страшно, когда не знаешь. И так мы попадаем в ловушку, порочный круг. Чтобы снизить уровень тревожности, мы читаем плохие новости. А плохие новости, особенных избыток, вызывают еще большую тревожность. И что мы делаем, чтобы совладать с этой возросшей тревожностью? Правильно. Считаем плохие новости. Сейчас же думскроллинг снова входит в жизни миллионов людей. Чтобы проверить, насколько сильно это про вас, просто вспомните. Первое, что вы делаете при пробуждении. Последнее, что вы делаете перед сном. Прямо скажем, плохие новости это довольно херовый способ начать и закончить день. Особенно, если принять во внимание, что то, как вы встречаете утро, задает тон всему последующему дню. Да и вообще, информация, которую вы потребляете, определенным образом обтачивает вашу линзу восприятия. В частности, негативные новости застряют ее на обнаружении негативных событий. И в итоге мы получаем толпы нервных, раздраженных, понурых людей, которые насчитаются своих телеграммов. И общаются между собой, взаимоусиливая отчаяние друг друга. Ощущение пиздеца, я думаю, я подобрал правильное слово, становится все более всеобъемлющим и осязаемым. Это, кстати, называется синдромом злого мира. Когда в твое информационное поле не проникает других новостей, кроме как о насилии, жестокости, упадке. И тогда возникает впечатление, что весь мир это сплошное насилие, жестокость и упадок. Вы заметили? Хорошие новости напрочь пропали из информационного поля. А их сейчас так не хватает, я не знаю, хоть бы какой-нибудь редкий тигр окатился в зоопарке. Или рыбаков спасли с альдинами. Все, пацаны, проезд подорожал, да, в автобусе? Но нет, ничего подобного. И это, конечно же, не означает, что в мире больше не происходит ничего хорошего. Просто сейчас хорошие новости никому не интересны. Они не имеют таких острых и цепких эмоциональных крючков, как плохие новости. На чтение позитивных новостей довольно трудно подсесть. А вот плохие новости – это как скользкая наклонная дорожка. Стоит только на нее ступить. Один из способов не свалиться в бездну плохих новостей – это посвятить себя по-настоящему интересному вам делу. Получить знания и навыки, которые востребованы сейчас и, несмотря ни на что, останутся востребованными в будущем. Например, освоить одну из профессий в сфере диджитал. Вообще, диджитал – это прекрасная сфера. Она дает свободу передвижения и позволяет работать из любого уголка света. Диджитал – везде. Ну, вы же заказываете такси в приложениях, общаетесь в мессенджерах, покупаете вещи онлайн. И чтобы создавать подобные сервисы, нужны самые разные специалисты. Но как понять, какая диджитал-профессия подходит тебе? Для этого образовательной платформой Нетология есть бесплатный курс Digital Start – первый шаг востребованной профессии. Там вы можете исследовать мир онлайн-профессий, заглянуть в себя и понять, в каком деле вы будете чувствовать себя как дома. И вот, что вас ждет на курсе. За две недели вы попробуете себя в разных интернет-профессиях и выясните, сколько сможете зарабатывать. Исследуйте свои сильные стороны и на основе этого составите карьерную карту. Получите персональные рекомендации от карьерного консультанта. А если проявите себя на курсе, то вас еще ждет возможность выиграть грант на обучение в Нетологии. Переходите по ссылке в описании, регистрируйтесь и проходите бесплатный курс Digital Start – первый шаг востребованной профессии. А по промокоду ЧД у вас будет еще скидка 45% на платные онлайн-курсы. Нетология – то, что даст вам новый старт. Когда ты не можешь сделать ничего, что ты можешь сделать? Кто-то возразит, никакой это вовсе не дум-скроллинг, это хоуп-скроллинг. Я листаю плохие новости не для того, чтобы найти что-то плохое, а чтобы увидеть первые проблески прояснения, первые признаки выздоровления. И возможно это относится ко всем нам, или по крайней мере ко многим мы недоумеваем, так как оно так-то не может быть, ну куда еще хуже, должно же это уже закончиться. Но как бы то ни было, соблюдайте правила информационной гигиены. Относитесь бережней к своей психике. Кажется, что она гуттаперчива, вынослива и ей все нипочем, но поверьте, то же самое казалось всем пациентам Кащенко. Это должно быть и до сих пор кажется. И кто-то посчитает циничным эгоизмом думать о себе, когда огромное количество людей поблизости страдают не только психически, но еще и физически. Но поймите, от того, что вам плохо, другим лучше не будет. Даже наоборот, это как в самолете. Сначала наденьте кислородную маску на себя. Откажитесь от иллюзии контроля в пользу настоящего контроля. Задайтесь вопросом, на что именно могу повлиять я? Не в масштабе судьбы человечества, а хотя бы в масштабе своей жизни. И вот, что вы можете сделать. Высыпайтесь. Сон это чуть ли не лучшее лекарство от стресса и тяжелых мыслей. И большинство самоубийств, как мне кажется, так бы никогда и не состоялись, если бы были отложены на следующий день. Проводите время с близкими и друзьями. Возможно, сейчас они как никогда нуждаются в вас. Ты и вам это будет полезно. Нет ничего хуже, чем закрыться и уйти в себя. Человек – социальное существо. И любые невзгоды и потрясения ему проще переживать, сообща с кем-то. Ну, вы хотя бы будете знать, что кому-то так же хреново, как и вам. Это уже ободряет. Сейчас прозвучит до неприличия банальная рекомендация, но, возможно, ради нее одно и записывается все это видео. Помогайте другим. Подумайте, может кому-то в вашем окружении нужна поддержка словом действиям. Неважно. На самом деле это нужно не столько им, сколько вам. Забота о других дает силы и смысл продолжать держаться. Не смейте отпускать. Казалось бы, отсутствие действия должно быть проще действия, но не всегда. Особенно, когда речь доходит до совета – не оплодите ненависть. Как бы вам ни было больно и как бы вас не съедало чувство несправедливости, не скатывайтесь к оскорблениям и вымещению злости на других. В таком тоне вы никогда никому ничего не докажете. Никто и никогда за всю историю человечества не менял свои убеждения после того, как его назвали говном собачьим. Все, что вы сделаете – это только увеличить уровень ненависти этого мира. Но при этом не запирайте внутри себя свою злобу, обиду, растерянность. Главное – не вымещать эти чувства на остальных, других, таких же, как вы, людях. Если хочется плакать – плачьте. Хочется злиться – злитесь. Не существует правильного набора чувств. Все, что вы чувствуете – правильно. Позвольте себе отвлечься на какие-нибудь беззаботные, даже жизнерадостные пустяки. И пусть вас не грызет чувство вины по этому поводу, мол, другие страдают, а я тут развлекаюсь. Тебе тоже нужен отдых и восстановление. В это время ты должен быть сильным. Если вы чувствуете, что вам нужна психологическая помощь, вы можете бесплатно получить ее в гуманитарном проекте Ассоциации EMDR. EMDR – это один из самых эффективных на сегодня психотерапевтических подходов. И это сейчас не реклама. Организаторы даже не в курсе, что к ним вот-вот хлынут депрессивные субъекты с канала ЧД. А нас тут таких, судя по тематике канала, ох, как немало. В описании я оставлю ссылку на телеграм-канал проекта. Там вы найдете телефоны кризисной линии доверия и сможете поучаствовать в регулярных групповых сессиях. Ребята, привет. Это Денис из будущего, который уже все отснял, почти смонтировал и, надеюсь, вот-вот на днях выложит. И у меня есть для вас кое-какие новости. Чтобы разгрузить ребят из Ассоциации EMDR, мы решили запустить свой собственный проект с бесплатными групповыми консультациями. Вести, конечно, эти консультации буду не я, потому что я шарлатан, как вы знаете. Я не психолог. Вести будут специалисты, практикующие психологи. И я еще хотел бы посвятить вас вообще в кое-какие закулисные тайны, кулуарные подробности канала ЧД. До того, как начался весь этот кошмар, мы планировали запустить проект с платными индивидуальными консультациями. Да, сделать эти консультации настолько доступными, насколько это возможно, но, тем не менее, этот проект задумывался как платный, коммерческий. И, возможно, будет день, мы все-таки сможем представить вам этот проект, но сейчас мы решили бросить все силы на бесплатные групповые консультации. Это должно быть сейчас нужнее. Так что можете пойти к ребятам из Ассоциации, можете пойти к нам, вам везде будут рады. Ах, и коль скоро мы заговорили про ссылки. Не знаю, в том дне, когда вы смотрите это видео, YouTube заблокирован или нет. И успею ли я выложить этот ролик до того, как это произойдет в России. Когда я снимаю эту вставку, все в один голос говорят, что конец YouTube в России не минуем. Я не хочу вдаваться в то, каким разочарованием это станет для меня, как для человека, который последние два года посвятил этому каналу, жил только им. Не будем об этом говорить. Просто хочу попросить вас, чтобы мы не потеряли друг друга, подписаться на наш телеграм-канал, на наш канал на Дзене. Все ссылки будут под видео. У меня в руках вы видите не просто обычный лист бумаги, но в нем содержится крайне важная для нас, для всех информация. В нем указан единственный информационный источник, которому вы сегодня в условиях сплошной лжи и оголтелой пропаганды можете доверять. И правда ведь проанализируйте свой опыт. Вот вы садитесь, читаете новости. И вы действительно наполняете свой ум полезной информацией? Или скорее вас накачивают эмоциями? Если второе, то это значит, что данный источник не является информационным. Его реальной целью является вызвать ваши сильные чувства для того, чтобы заставить вас принять определенную точку зрения. Тогда возникает главный вопрос. Как же повысить стерильность процесса чтения новостей? Чтобы информация не заражала вас деструктивными эмоциями. Совет номер один. Вы можете попросить вашего толстокожего друга, который отслеживает абсолютно все новости, сообщать вам наиболее полезное. Например, Дима, сейчас самое время купить доллар. Совет номер два. Черпайте информацию из источников, где нет нагнетения, заряженных эмоций и оценок. Например, экономические источники. И совет номер три. Не позволяйте новостям застать вас врасплох. Иначе говоря, займите осознанную активную позицию в отношении информации. А проще говоря… Ограничьте время на чтение новостей. И пусть вас не обманывает простота этого совета. Попробуйте. И, как говорится, вы почувствуете разницу. Нет, я не хочу сказать, что надо затыкать себе глаза и уши и делать вид, что ничего не происходит. Закрываться от проблем, которые касаются всех и каждого, это как минимум незрело. Просто знайте меру. Ограничьтесь, скажем, двумя сеансами в день по 15 минут. Это более чем достаточно, чтобы оставаться в курсе. Но установленный лимит не даст вам сорваться в дурную бесконечность, когда вы беспрестанно обновляете новостную ленту в предвкушении чего-нибудь свеженького и кошмарненького. Да, дом-скроллинг может обернуться буквально поиском, жаждой плохих новостей. Кажется довольно извращенным поведением, но, представляете, это тоже не лишено смысла. Что-то внутри нас знает, что у всего плохого, как и у всего на свете, обязательно должен быть предел. И в один прекрасный момент текущая реальность просто не сможет вмещать в себя столько зла, абсурда, лицемерия и просто лопнет. И мы окажемся перед лицом новой реальности, где будут и хорошие новости. Но если не вы станете причиной этих хороших новостей, то кто? Субтитры создавал DimaTorzok